Берешь в долг, изучи федеральный закон номер 230. В нем подробно прописаны, какими полномочиями теперь наделены судебные приставы и каковы требования к коллекторским агентствам. Во-первых, они должны зарегистрироваться в соответствующем реестре. Только после этого им разрешается работать с должниками. Это норма статьи 1457, которая очень строго в плане применения санкций, которая предусматривает штраф до 2 миллионов рублей по отдельным нарушениям. Единственным органом принудительного исполнения в Российской Федерации является Федеральная служба судебных приставов. Коллекторские агентства вправе лишь информировать должника по телефону, смс либо в письменном виде, но не чаще двух раз в день и в строго отведенные часы. Это нарушение режима звонков и беспокойства наших должников. Две основные проблемы, которые тоже являются как требования к взысканию просроченной задолженности, это тоже будет привлечение к административной ответственности в случае нарушения. Это а, психологическое давление должника, и б, вот с чем мы сейчас и сталкиваемся в рамках обращения, это введение в заблуждение должника. Введение в заблуждение – это когда коллекторы, например, грозят должнику арестом и описью имущества. Таких полномочий у них просто нет. Это прерогатива исключительно судебных приставов. Кстати, легальных коллекторских агентств в Прикаме пока всего два. Проверить, легально ли организация терроризирует вас звонками, либо СМС, просто. Достаточно зайти на официальную страницу службы судебных приставов и в разделе «Сервисы» ознакомиться с перечнем агентств, которым была разрешена деятельность. Всего таких пока 29 по всей стране. Два в Пермском крае. Это компания «Камелот» и агентство юридического взыскания и сопровождения. У самих коллекторов вопросов о новых правилах работы пока тоже немало. Некоторые из них они задали приставам прямо на пресс-конференции и получили четкие ответы. Мы поняли, что судебные приставы полную ответственность на нас возлагают. То есть если мы попали на родственника, мы должны с ними общаться. То есть вся ответственность ложится на коллекторы. О неправомерных действиях коллекторов теперь нужно сообщать в службу судебных приставов. По каждому сигналу будет проводиться проверка. Виновных обещают сурово наказывать, вплоть до приостановления деятельности. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.